Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. А сегодня мы разберем турбодизель от Hyundai и Kia, который до сих пор устанавливается на автомобиле. Итак, встречаем 2.2 CRDI D4HB. Корейские компании Kia и Hyundai начали самостоятельно разрабатывать турбодизельные двигатели в начале 2000-х годов. Это у них отлично получилось. В 2005 году появился двигатель 2.2 CRDI мощностью 155 лошадиных сил с обозначением D4EB. Этот двигатель имеет систему топливную Common Rail на основе ТНВД Bosch CP3 и электромагнитных форсунок. В его ГБЦ один распредвал. В 2009 году этот мотор модернизировали. Он стал экономичнее и экологичнее. Стал развивать 200 лошадиных сил, а его заводское обозначение поменялось на D4HB. Помимо обновленной ГБЦ с двумя распредвалами и более технологичных систем экологии, этот двигатель получил топливную систему с пьезофорсунками и обновленным ТНВД Bosch CP4. Самые последние версии этих двигателей перешли на новые электромагнитные форсунки. Эти двигатели получили кроссоверы Santa Fe, Palisade, Sorento, также седан Stinger и минивены Carnival и Staria. Эти двигатели до сих пор устанавливаются на автомобили Hyundai и Kia. Двигатель D4HB имеет блок цилиндров из чугуна с вермикулярным графитом. Это очень прочный и легкий сплав с улучшенной теплопроводностью. В ГБЦ два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. В приводе ГРЭМ две цепи, а в масляном картере балансирные валы. Этот двигатель сделан буквально образцово, то есть просто и надежно. Слабые места у него в принципе отсутствуют. При замене масла каждые 10 тысяч километров и качественном топливе он без труда пройдет 500 тысяч километров. Давайте посмотрим, как же корейским инженерам удалось сделать такой классный и ресурсный двигатель. А заодно, разобрав этот двигатель, посмотрим, как удалось нанести ему серьезный урон. Этот экземпляр лишился компрессии. Шкив для привода навесного оборудования на корейском турбодизеле ходит примерно 100 тысяч километров, а затем разваливается на две части вдоль по резиновому демпферу. Оригинальный шкив стоит около $230. Корейские инженеры сделали свой двигатель максимально простым в обслуживании, но перестарались с датчиком положения коленвала. Дело в том, что он встроен в задний сальник коленвала, поэтому если с датчиком что-то не так, приходится разъединять двигатель с коробкой и снимать масляный поддон. Сам датчик коленвала считывает показания по намагниченному счетному кольцу, которое в каталогах называется энкодер. На практике ни с датчиком, ни с энкодером, ни с сальником коленвала ничего плохого не происходит. Отметим, что при попадании в руки энкодер требует внимательного отношения. Его, как минимум, нельзя приближать к магнитам. Позиционирование энкодера на коленвале не требует никакого вспомогательного инструмента на двигателе 2.2 ЦРДИ. На двигателе D4HB установлен турбокомпрессор Garret GTB 1752VLK с электронным актуатором. Что можно сказать о турбонаддуве этого корейского дизеля? Да, проблемы случаются, но далеко не всегда в них виновата турбина. Вообще, впускной тракт от компрессора к интеркулеру и далее к двигателю слабоват. Уже после пробега в 100 тысяч километров растрескиваются и даже соскакивают трубки. Также возникают трещины и даже дыры в интеркулере. Поэтому при проблемах с подачей воздуха надо осматривать всю впускную магистраль. Износ турбокомпрессора встречается редко. Обычно это происходит на фоне проблем с маслом и проблем с сажевым фильтром. На моторах 2.2 ЦРДИ первых лет выпуска подзывной компании меняли датчик давления наддува. Проблемным был датчик на самых мощных версиях. Он установлен непосредственно на впускном коллекторе. Новый датчик в конструкции имеет позолоченные элементы и на его корпусе имеется обозначение AU. Во впускном коллекторе двигателя D4HB есть вихревые заслонки, которые приводятся электронным сервоприводом. Сами заслонки не отваливаются, их ось не изнашивает отверстия во впускном коллекторе. Но из-за отложений сажи и масла нарушается подвижность вихревых заслонок и из-за этого ломается сервопривод. Появляется ошибка – двигатель уходит в аварийный режим, сервопривод можно заменить отдельно. ТНВД Bosch CP4 появился на многих турбодизельных двигателях, выпущенных не ранее 2007 года. Особенность этого ТНВД в том, что он нагнетает топливо одним плунжером, хотя есть и двухплунжерные модификации. Его вал оснащен двойным кулачком. Это неплохой ТНВД, но он боится завоздушивания системы. Он следом угробит форсунки, а затем разнесет стружку по всей топливной системе. Дело в том, что толкатель его плунжера оснащен роликом. Именно этот ролик обкатывает кулачковый вал и передает на плунжер возвратно-поступательные движения от его кулачков. Если в ТНВД будет поступать топливо с пузырьками воздуха и вспениваться в плунжере, то тогда толкатель начнет подпрыгивать над кулачками вала, ударяясь о них. В большинстве случаев толкатель начинает поворачиваться вокруг своей оси, а его ролик становится поперек движению кулачков вала. Никакого стопора на этот случай инженеры компании Bosch не предусмотрели. ТНВД в этом случае не заклинит, но пара кулачок ролик начнет стругать стружку, которая навредит ТНВД, а затем угробит форсунки. Чтобы не допустить этого, ни в коем случае нельзя допускать завоздушивание системы. То есть нельзя ездить на автомобиле до полного опустошения бака, надо прокачивать топливный фильтр, либо хотя бы наполнять его топливом. Также такая неприятность может произойти, если заправлять автомобиль незаглушенным. Добавим, что запарафинивание топливного фильтра в сильный мороз может нанести серьезный урон ТНВД. Некоторые владельцы, зная о такой проблеме, подумают о покупке нового ТНВД, чтобы заменить его примерно на пробеге в 200 тысяч километров. Мотивы такого поступка понятны. Старый ТНВД изношенный, все равно придется менять, а так можно его поменять превентивно, не столкнувшись с разносом металлической стружки везде – от бака до форсунок. Как уже было отмечено, в паре с ТНВД Bosch CP4 используются пьезофорсунки Bosch 116-й серии. Буквально такие же стоят на автомобилях VAC с мотором 2.0 TDI Common Rail. Если топливо качественное, то эти форсунки без труда проходят 200 тысяч километров. Но если сломаются, особенно с выходом из строя пьезоэлементов, то на заводские методы ремонта можете даже не рассчитывать. Но эти форсунки довольно дешевые. Bosch реализует их по цене 290 долларов за штуку. Цена, кстати, выше, чем на пьезофорсунки для двигателя 2.0 TDI. С 2015 года двигатели 2.2 CRDI начали оснащаться электромагнитными форсунками 110-й серии. Кстати, на данный момент они в продаже отсутствуют. Обычно проблемы с двигателем 2.2 CRDI возникают по вине клапана регулятора, который установлен на топливной рампе. Из-за неполадок с ним двигатель жалуется на недостаточное давление топлива и нестабильно работает. Владельцам автомобилей с двигателями 2.2 CRDI не стоит забывать о замене огнеупорных шайб. Хотя бы раз в 100 тысяч их нужно заменить, потому что конструкция пластиковой клапанной крышки такова, что после прогорания шайб газы будут пшикать наружу, а не в пространство под клапанной крышкой. Ну а в разборе этого надежного корейского турбодизеля нам поможет Артём. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Ну а теперь по состоянию. Масляный налет не такой уж черный, как мы привыкли видеть на дизельных двигателях. Если говорить о состоянии кулачков, то у нас нет замечаний. В приводе ГРМ используются две цепи. Такая схема широко применялась на моторах до начала 2000-х годов. Одна цепь идет от коленвала до шестерни ТНВД, а вторая цепь – от шестерни ТНВД до шестерни выпускного распредвала. Такую схему использовала и использует компания BMW на своих турбодизельных четверках и шестерках. Причем цепи находятся в максимальном зацеплении, то есть в зацеплении с максимальным количеством зубьев шестерен. Поэтому при растяжении она вряд ли перескочит. Шелест цепей ГРМ двигателя 2.2 CRDI довольно-таки рядовое явление. Их приходится менять при пробеге в 150 тысяч километров. Добавим, что кожух ГРМ снимается достаточно легко. ГБЦ выглядит отлично. С ней ничего плохого не случается, разве что если владельцу не удастся перегреть двигатель. При соблюдении простоты конструкции своего турбодизеля корейские инженеры просверлили каналы системы охлаждения сверху в стенках между цилиндрами. Блок цилиндров охлаждается эффективно и равномерно. Перегреть этот двигатель до пробивания прокладки ГБЦ сложно, но при определенном рвении можно. А теперь все внимание на поршень 4-го цилиндра. Пьезофорсунка его загубила. Поршень оплавился. Следом появились задиры не только в 4-м, но и во втором и в третьем цилиндрах. Хон хороший, но этот двигатель загубила изношенная пьезофорсунка. В блок балансированных валов встроен масляный насос. Вся эта конструкция приводится от коленвала косозубой передачей. Маслонасос пассивный, ни с ним, ни с балансированными валами никаких неприятностей не происходит. По двигателю 2.2 ЦРДИ встречается жалобы по заметному жору масла. Практика показывает, что проблема в качестве масла. То есть замените масло на более качественное и проблема либо уйдет вовсе, либо станет менее заметной. Также практика показывает, что многие владельцы автомобилей с моторами 2.2 ЦРДИ меняют масло каждые 15 тысяч километров, потому что заправочный объем масла 7 литров. Но не стоит так экономить. Стоит менять масло каждые 10 тысяч километров. Для двигателя 2.2 ЦРДИ доступно два ремонтных размера поршней и поршневых колец, что на сегодняшний день редкость. А вот ремонтных размеров вкладышей не предусмотрено. Ну а теперь по состоянию. Коленвал выглядит отлично. А вот на коренных и шатунных вкладышах мы видим износ. Но он скорее естественный. А вот поршни выглядят печально. На поршнях видны следы масложора. Масло горело и откладывалось на жировом поясе. А поршень 4-го цилиндра пострадал от изношенной пьезофорсунки. Он явно перегрелся и начал задирать стенки цилиндра. Кстати, перегреву подвергся и поршень 3-го цилиндра – здесь видны тепловые прихваты. Верхние коренные вкладыши в отличном состоянии. Кому интересно, в блоке присутствуют маслофорсунки. Вот такой вот отличный турбодизельный двигатель получился у корейских инженеров. Да, надо помнить о вероятных проблемах, которые могут случиться с ТНВД. И надо помнить о возможном масложоре, потому что не до конца понятно, как и почему он возникает. Кстати, если у вас был опыт борьбы с масложором на этом моторе, обязательно напишите об этом в комментариях. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео. Закиньте в соцсети, те, кто надо, сами посмотрят. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».